Якобы через меня чуть ли не Кремль деньги гонял. Денег не нашли, вреда тоже не нашли, но при этом в тюрьму меня посадили. Когда надо мной просто издевались, оставляя в одиночке на 4 месяца, включая свет, не давая спать, травя газом, все вот это считалось нормальным. Я же враг. То есть демонизация сыграла огромную роль. Я бы говорила, что союзное государство сегодня ноет в ковчег. Для людей, которые ищут спасения от мракобесия и вот этого Содома и Камора, который они устроили. Вести переговор надо не с украинской верхушкой, это бессмысленно. Вести переговор надо с Вашингтоном. Движение сопротивления в глобальном смысле началось именно с Республики Беларусь. Мария, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, как Вам живется вообще в статусе угрозы национальной безопасности Соединенных Штатов? Многие знают Вашу историю уже, и многое написано, но все равно продолжают о Вас писать разное. Вот даже по прошествии времени. Что же на самом деле Вы сделали, и как это соответствует с тем, в чем Вас обвинили? Ну, тогда сначала, на первый вопрос. Как мне живется в статусе национальной угрозы безопасности государственности США? Ой, страдаю невероятно. Прям вот утром встаю, и страдания начинаются. Но, если честно, это не оказывает никакого абсолютно влияния на мою жизнь. Но, за исключением того, как Вы правильно отметили, к сожалению, западные СМИ продолжают писать разные гадости и продолжают поддерживать и подпитывать миф о так называемой русской ведьме, которые меня, в общем-то, сделали. Ситуация для тех, кто не в курсе, была до боли проста. Это классическая информационная операция, когда американцы против Трампа раскручивали историю с тем, что русские якобы вмешивались в американские выборы. Им нужна была жертва такая, ну, чтобы осязаемо было, потому что ты же людей постоянно не будешь кормить обещаниями. То есть нужно показать, кто виноват. Ну, вспоминайте Средневековье охоту на ведьм. То же самое, да? То есть это тяжелейшая обстановка, это чума, это невозможность католиков никаким образом помочь путем просто вот пришествия людей в храм и оплаты каких-либо индульгенций, за индульгенции. И поэтому, что начинается поиск виновного, кто виноват. Находят в это время женщин, в данном случае в Соединенных Штатах тоже нашли женщину. Кстати говоря, как и во времена Средневековья, вам наверняка известен город Салем. Кстати говоря, тот факт, что там насмерть забили камнями более ста человек, несколько мужчин, остальные женщины, был официально признан американскими властями, как вы думаете, когда? Только в 2020 году. До этого времени это считалось нормальным, хотя коммерчески они раскручивали город Салем, как город ведьм. Так вот, собственно, из меня и сделали такую ведьму. У меня действительно есть увлечение. Еще мой папа научил меня стрельбе, у него охотничий ружье, он охотник. Поэтому я к этому совершенно спокойно относилась всегда, и вовлечена была в стрелковый спорт. Отсюда много фотографий, движение общественное за самооборону. И для американцев это была очень хорошая история, связать меня с Национальной стрелковой ассоциацией, хотя на самом деле я знаю больше 15 ассоциаций по всему миру, и притянуть к этому финансирование компании Трампа, которое было со стороны Национальной стрелковой ассоциации, и что якобы через меня чуть ли не Кремль деньги гонял. Денег не нашли, вреда тоже не нашли, но при этом в тюрьму меня посадили. И 15 месяцев и 10 дней я там была. Еще такой нюанс, я не знаю, он, наверное, и не играет роли, но вместе с тем это вот сейчас у вас такой цвет волос, как мы видим, а тогда был такой... Длинные рыжие. Я, конечно, не знаю психологию принятия решения этих ребят американских, но почему-то, мне кажется, что-то тоже сыграло, нет? На самом деле это не ваши домыслы, конечно, сыграло. То есть стереотип раскручивался по полной программе. Она роковая, рыжеволосая. То есть быть вы брюнеткой и могло быть по-другому, да? Все абсолютно. Более того, меня часто спрашивают, а вот фамилия играла ли какую-то роль, фамилия Бутина, играла еще какую. То есть смотрите, во-первых, это созвучное с фамилией нашего президента. В английском языке, когда это в новостях было, практически они просто глотали первый звук. Больше того, в какой-то момент на одном из американских телеканалов, специально не называя, чтобы их не рекламировать, вдруг появляется гадалка, которая всерьез раскладывает там карты Таро и выясняет, что еще и дочь президента. То есть вот до этого дело доходило. А потом фактором тоже являлась созвучность фамилии с Виктором Бутом, который только недавно в результате работы нашего МИДа, к счастью, вернулся на родину, отсидев в Америке 20 лет. Так называемый оружейный барон. Бут и Бутина, вот тебе, пожалуйста, еще привязка одна дополнительно. И поэтому, знаете, здесь вот эти все случайности, я бы сказала, не случайны. К сожалению, я была идеальна. К сожалению, я это сейчас вижу. То есть стереотип русских там, это либо русский шпион, либо хакер, либо русская жена. Вспомнили фильм «Из России с любовью» про Джеймса Буна. Туда же это дописали. Прямо перед моим арестом сняли фильм под названием «Красный воробей», который рассказывает про тайных соблазнительных шпионок, которых тренирует КГБ под Казанью. И это вообще, то есть просто совершенно вот художественный фильм абсолютно. И потом первая статья New York Times, где написано «Настоящий красный воробей со ссылкой к фильму». Пойман, и вот она. Какое отношение я имею к этому фильму? Какой-то там балерине, которую придумали? Непонятно, но, понимаете, это вот основа информационной войны. Когда всё это в комплексе, людьми воспринималось как правдоподобное. И американская публика получила первого россиянина, который был задержан, отправлен в тюрьму. И поэтому, когда надо мной просто издевались там, оставляя в одиночке на 4 месяца, включая свет, не давая спать, травя газом, всё вот это считалось нормальным. Я же враг. То есть демонизация сыграла огромную роль. Ну вот вы вот начали, в общем-то, перечислять то, что вам пришлось пережить в американской тюрьме. Вообще, ваша биография, конечно, она такая, её на несколько жизней, как мне кажется, хватит. А у вас ещё, я так понимаю, то ли ещё будет. Ну, в хорошем смысле. Вообще такого не надо. В хорошем смысле, я очень на это надеюсь. Что тяжелее всего было переносить в тюрьме, на самом деле? Это легко ответить. Одиночество тяжелее всего. Одиночное содержание мне давалось очень сложно, потому что я очень скучала по родителям. И на протяжении больше, чем месяца я не могла услышать родной голос. И, честно вам скажу, я думала, что их просто уже нет в живых. Они просто не пережили удар, понимая, что доказывать мою невиновность будет невозможно. Им не нужны были доказательства. Поэтому, вы знаете, вот одиночество, особенно первый период, он был самый тяжёлый. Не понимать, что с твоими близкими, не понимать, что с твоей семьёй происходит. Потом, когда мы уже получили возможность разговаривать, я вам скажу, я постоянно родителей просила. Моей бабушке сейчас вот исполнилось недавно 90 лет. Я просила хотя бы секундочку её послушать. Я боялась, что меня обманывают, и на самом деле она просто не пережила этого. Но она жива и сейчас, здравствуй. Но вот этот момент, когда ты остаёшься один сам с собой, и ты накручиваешь самый страшный сценарий, а самый страшный сценарий был не со мной связан. Он был связан с тем, как больно моим родителям, моей семье. Как многое придётся пережить. И как бы плохо мне ни было, они представляли, что всё ещё хуже. И фантазия человеческая безгранична. Поэтому, вы знаете, вот это да. А то, что там физические страдания, наверное, да, сейчас, ну, сколько уже прошло, почти пять лет. Не то, что легко об этом говорить, но, понимаете, это пройдёт. А вот как помочь близкому человеку, когда им больно? Я о своих родителях, о многих людях, которые ждали меня. Вот это сложно. И ты хочешь сказать им, что да ладно, справимся. Вот это тяжело. Мои родители хотели приехать, навестить меня. Я категорически отказалась, потому что я не имела права подвергать их опасности, зная вот этот звериный оскал американского кривосудия. Я бы никогда на это не пошла. Я не думала, что выйду, честно. Я думала, что на этом всё. Ну и значит, всё и всё. Одна на всех, мы за ценой не постоим, нам нужна победа. А это я впела в тюрьме. Потому что это давало силы пережить самые даже страшные моменты испытаний. Это верность своей стране. Ну, может, кто-то скажет, что это какие-то там, не знаю, пафосные слова. Но для меня они были самые главные. Я вообще поняла, кто я. Только там и насколько силён вот этот зов предков. Только когда оказалась в тяжелейших условиях вдали от Родины. Всё оценила, переоценила и поняла. Ну, а вот самое главное ваше спасибо за то, что вы всё-таки оказались на Родине. Кому? Нашему народу. Я бы даже сказала нашим народам. Потому что я знаю, что и в Республике Беларусь эта ситуация освещалась. И во многих других странах СНГ. Я знаю, когда приезжают наши соотечественники из наших стран, содружества. Многие узнают, говорят, что, Машенька, мы молились о вас. Я знаю, что вы все молились. Я знаю, что все помогали. Мне ведь, когда уже разрешили общение, хоть и проверяли там по два месяца письма, но мне же приходили письма. Письма из дома. А ведь писали совсем незнакомые людьми. Мы раньше вообще никогда не общались. Но я чувствовала эту поддержку. И она, знаете, как ниточки через весь океан меня соединяла. Вот это силы. И тот человек, который скажет, что это, вы знаете, можно оторвать себя от корней, что от дерева, без корней, оно что засохнет и умрет. Поэтому у меня была возможность сказать последнее слово на суде. Я сказала, что я очень счастливый человек. Да, мне вот-вот приговор вынесут. Но я очень счастливый человек. Потому что в тюрьме я видела людей, которых никто не ждет. Женщину, которая бесконечно приходила в комнату для свиданий, чтобы встретиться с своим отцом, который так и не пришел. А меня ждали все. И я не только страна, а весь наш дружественный мир. Я самый счастливый человек. Поэтому вот, знаете, вот это, оно прям сильно помогало. Ну, здорово, здорово, когда действительно есть такая поддержка. Без нее, думаю, что вам действительно было бы не то, что сложнее. Ну, я даже не знаю, как это описать. И возможно. Ну, если вернуться уже, скажем так, к нашим будням, что называется, весь мир обсуждает предстоящие выборы в Соединенных Штатах. Но вам ли как угрозе нацбезопасности этой страны не понимать, что там происходит на самом деле? Но вот главный вопрос, на мой взгляд, изменится ли что-либо в принципе? Вот если, допустим, представить, что, ну, поменялось лицо президентской власти в Соединенных Штатах. Неважно, пришел Трамп, ну, которому пророчат, допустим, сейчас это кресло многие. Либо остался Байден, может еще кто-то появится тут, как черт из табакерки сейчас выпрыгнет, мы еще не знаем. В американской политике из-за этого возможны какие-то изменения серьезные? Или это... Не стоит на это надеяться? Я бы сейчас на это не надеялась, потому что, вы знаете, я внимательно как угрозу национальной безопасности США. Я просто обязана следить за их политической ситуацией. Тем более я веду передачу на Первом канале, которая, собственно, разбирает и ситуации, и политиков лично. И, к сожалению, должна сказать, я про них очень много знаю. Чего я не хотела бы знать, потому что это такое количество грязного белья, много из которого я просто не выдаю на телевизор, потому что я просто берегу хрупкие души наших людей, понимаете? Потому что эту грязь, мы не про это, и даже смотреть это не хочется. Но я вижу, что происходит в повестке. И обратите внимание, что когда Трампу, вот сейчас ему как раз выносят приговор по его делу с порнозвездой, и прямо вот накануне это происходило все, на голосование по выделению очередного транша на так называемую помощь Украине, Трамп же был категорически против. И тут он поддерживает спикера парламента и говорит, что он уже за. Переобувание было на лету, и, очевидно, с ним договорился крупный бизнес, транскорпорации глобальные. И в обмен на свою свободу и возможность участвовать в предвыборной гонке, он получил, ну, вернее, он отдал свои принципы. Трамп же про умение делать сделки, это была сделка, он сам об этом говорит. I know how to make deals, я знаю, как делать сделки. Для Америки это экономический вопрос. У них очень тяжелая сейчас ситуация внутри страны, она связана с ситуацией Израиль-Палестина, не с Украиной уже давно. У нас еще не делают с Европой, да? То есть они говорят так, давайте вы, вот в частности, как вот про Финляндию если говорить, вот вы сейчас в НАТО, давайте так, вы свои старые вооружения отдадите Украине, а новое у нас купите, говорят американцы. Ну, это то, что мы наблюдаем со всеми странами, кто вот, да, как в Финляндии вступает, конечно. Ну вот, пожалуйста, вам кабальные условия. Отдаешь свою старую технику на Украину, а взамен, нет, ничего не получаешь, покупаешь у американцев новую. Поэтому вот то, что делают американцы сейчас, поддерживая ситуацию на Украине, это ценой жизни обычных украинцев, которые не хотят воевать. И мы это уже прекрасно видим, да, люди, которые уехали и продолжают пытаться за любые деньги выбраться через границу, быть непризванными военкоматами. Вот ценами этих жизней американцы просто улучшают свое благосостояние. Ну, это большие деньги, которые вкладываются в ВПК. Изменить эту ситуацию кардинально может только одно важное, на мой взгляд, самое главное глобальное событие – это наша приближающаяся победа. Это, конечно, хребет однополярному миру окончательно сломает. Ну, вот я себе и своим собеседникам часто задаю этот вопрос, потому что, да, то, что мы сейчас наблюдаем, в общем-то, у американцев все, по большому счету, должно устраивать. У них все хорошо, они Европу ослабили очень сильно, бизнесы европейские перетекают в Америку, ВПК американский чувствует себя прекрасно. И, в общем-то, власть придержащая делает все для того, чтобы на годы вперед обеспечить его заказами. Это самый военно-промышленный комплекс Америки. Все у них нормально. И не видно, из-за чего они должны вдруг, вдруг, менять свою кардинальную политику. Будь то на Украине, будь то еще где угодно в мире. Пока что вот у них все вот так. И где-то какие-то, единственное, конечно, звоночки, вот как, например, в Грузии сейчас произошло, когда все-таки грузины продавили закон об иноагентах, несмотря на адское влияние, давление, точнее, которое пытались на них оказать, вот в таких вот точечках все-таки влияние гегемона видно, что уже не такое, как раньше. Но главный, например, все-таки не Грузия, главный пример Республика Беларусь. Из всех стран, из всех стран СНГ, это не лесть, это правда. Из всех стран СНГ, кто дал отпор, причем не раз, не два, не три, как принято считать, было же больше десяти попыток. И тем не менее, насколько стойко вы смогли отстоять свой суверенитет, это невероятно совершенно. Погасить, выгнать всех вот этих там Соросов и всех прочих. Вот от этого надо отталкиваться, а Грузия сейчас – это второй звоночек, когда они смогли обойти вето президента и сказать, что нет. Мы все равно считаем, что закон о противодействии иностранному влиянию надо принять. Казалось бы, ну это же совершенно логично, что должны быть меры. В Республике Беларусь это не закон, там другие меры принимаются. В России пошли по пути принятия закона соответствующего. А в каких странах сейчас его нет? В Израиле есть, в Америке есть такой закон. Ну, погодите, его вообще, по-моему, первые американцы-то и придумали у себя. Ну, когда-то. Изначально, да, в 1938 году еще. Я знаю, потому что меня потом судили по одному из этих законов. У американцев законов об иноагентах шесть. Ну, сам факт, что, в принципе, вот сама идея, да, законодательно была оформлена где? В Соединенных Штатах, впервые вообще в мире. О Беларуси. 20-й год, конечно, был непростым, очень непростым для нашей страны. Я думаю, не только для нашей страны. Потому что, если бы вот тогда события стали развиваться так, как хотели, в том числе и в стране, для которой вы представляете сейчас угрозу национальной безопасности, то мы бы видели сейчас совершенно другую карту уже, наверное, даже и политическую, возможно. Восточной Европе так точно. Чего избежали все мы? Не только белорусы. И белорусская власть, и белорусское государство. А и все близлежащие страны, в том числе и Россия. От чего уберегли белорусы? Я бы сказала здесь, что сберегли. Регион. Себя и регион. Я бы сказала здесь, что сберегли. Сберегли свой суверенитет. Право самостоятельно принимать решения. И почему я привожу пример Республики Беларусь? Потому что страна поставила точку и сказала, вот здесь наша граница, и вот здесь наш суверенитет. И мы сами будем принимать решения. И здесь для других стран пример. То есть значит, гегемон не всесилен. Если Республика Беларусь смогла, значит и другие смогут. Поэтому я бы сказала, что движение сопротивления в глобальном смысле началось именно с Республики Беларусь. Когда все увидели, что вот, казалось бы, стандартные лекалы и методички, а не сработало. Поэтому если бы, не дай бог, не хочется даже об этом думать, все пошло бы не так, я вообще не представляю себе, чтобы белорусы сдались с таким прошлым партизанским, что не представляю себе. Просто не представляю. Чтобы белорусы могли плясать под западную дудку, никогда. То есть это невозможно. Поэтому что было бы сейчас, я боюсь об этом даже думать. Потому что мы видим пример, каким последствиям привело то, что Украина продала свой суверенитет. Вот мы же видим, что сейчас происходит. Поэтому отпор был дан достойный. И вот то, что мы сейчас держимся вместе с союзным государством, важно. Я была в Минске снова недавно. Это уже была не первая моя поездка. Но в свою первую поездку, куда я попала, самое первое место, куда я попросила меня отвезти, это Хатынь. Вот чтобы понять глубину и силу белорусского народа, надо быть там. И надо увидеть, как бережно вы относитесь к памятникам. Это всем другим нациям в мире это пример. Поэтому вот такие вещи, но я стараюсь о них рассказывать. И в данном случае вот те же американцы, а так они не поймут. Это же нация, которая образовалась путем беглых людей с разных точек земли. И они хоть и пытаются мнить себя градом на холме, но по факту это грабители истории. Люди, которые стаскивают к себе всякие реликвии, артефакты со всего мира. С Украины они сколько из музеев украли, с Ирака они сколько украли. Зачем? Это они как плюшки. Пытаются себе написать историю, которой у них нет. А чтобы писать историю, чем-то запомниться. Подвигом каким-нибудь героическим. Белорусы запомнились. Русские, да. И мы навсегда останемся в истории. А что будут помнить об американцах? Вот чем им гордиться? Что они развязывали войны, и благодаря их вмешательству погибли тысячи и миллионы людей? Так себе повод для благости. Ну вообще, на ваш взгляд, вот эта стратегия, если хотите, построения града на холме, она жизнеспособна? Исторически. Это была проповедь, как вы помните, где американский пастор поднимается на холм и говорит, Америка своим благочестием, не по тексту цитирую, но близко к тексту, должна стать образцом и примером градом на холме для других стран. Ну, первый вопрос, немного ли на себя берёте, господа? Ну ладно. Какой пример они подают остальным? Поэтому сейчас говорить о том, есть ли концепция американского града на холме, как пример благочестия для других стран, её не было. А какой пример могут показать горстка авантюристов или беглых преступников, из которых, собственно говоря, состояла Америка? Люди, которые не нашли себя в старом свете, потому что были слишком радикальны, преступны. Ведь, вы знаете, вот у меня интересная была история, я же много там с американскими семьями общалась, у них же повод для гордости – это сколько поколений ты в Америке, там, first time generation, там, и так далее. И вот чем больше у тебя поколений в Америке, тем ты круче. И вот у них есть альбомы такие, они генеалогию свою составляют, и в этой генеалогии всегда, а вот наш отец прибыл сюда, ну вот он там оставил семью, и вот у него новая семья, но мы её нашли, и он с той никогда не виделся – повод для гордости. Хочешь изменить мир? Точни себя. Хочешь быть примером? Так будь достойным примером. Но, к сожалению, этого нет, поэтому я думаю, что концепцию «Град на холме» они сами-то себе придумали. Уж тем более, ну, продали нам американский образ жизни. Но уж точно пример для подражания вряд ли. Посмотрите, что происходит внутри самих Соединённых Штатов. Я-то знаю, я наблюдаю за этой повесткой, я вижу часто людей, которые, кстати говоря, в Республике Беларуси к немало, которые приезжают из западных стран, так называемого недружественного или коллективного Запада, которые приезжают и ищут своей нормальной жизни в традиционных ценностях, когда семья – это семья, мама – это мама, папа – это папа, и ребёнка можно воспитывать самостоятельно, и что бы ювенальная юстиция за тебя это делала? Ведь люди приезжают, и вот мы сейчас, вот я вам скажу в парламенте, какой вопрос сейчас стоит, как вот с этим справиться, потому что поток людей увеличивается. Поэтому если говорить про «Град на холме», я бы говорила не так. Я бы говорила, что союзное государство сегодня ноет в ковчег для людей, которые ищут спасения от мракобесия, и вот этого Содома и Каморры, который они устроили. Ну, может, не худший вариант, кстати. Спрошу ещё об одном граде. Для нас, для всех это общая история о граде Киеве. Вы в своей программе фактически препарировали, ну, так вот, насколько я это смог видеть, во всяком случае, всех более-менее заметных людей в украинской политике. Они кто? Какой-то общий знаменатель для всех, если он возможен, то как он будет звучать? То, что я скажу, будет больно. Будет больно, потому что я рассматриваю… Сразу отделим народ, который… Кто-то введён в заблуждение, кто-то просто боится и ждёт. И не надо их обвинять. У них есть семьи, есть дети. Я не к вам, я не к вам. Просто я часто это слышу, аргументы, к сожалению. А насчёт властной верхушки, я так скажу. Получается, там… В стране ты в этой не гость, унеси хотя бы гвоздь. Воры. Вот в чём проблема. И обосновать нужно всё, что угодно. Можно сказать, ну, это законы не те и так далее. Ну, есть законы совести. И вот я смотрю на каждого из этих персонажей, их по-другому не могу назвать. И они же обворовали всё, что могли. Народ, всё, суверенитет свой сдали, чтобы себе набрать этого богатства, кому оно нужно, зачем. И когда я начинаю задаваться вопросом, а вы же страну потеряли, я говорю, ну что, зато я сам устроился. Зато у меня есть то, сё, пятое, десятое. Но главного нет. Главное — это потеряли. Совесть, она вернётся. Будет в момент в жизни, когда… А он всегда приходит. В момент тяжёлой болезни, когда человек находится на смертном Андреи, тогда он начинает думать, что же я сделал. Ведь в глубине души своей там есть ещё теплицы нотки нашего классического, хорошего, советского воспитания. Когда Кроха спросила, что такое хорошо и что такое плохо. И мы это точно знаем. И вот, знаете, когда особенно я смотрю на украинских политиков, они вот эти такие носят яркие одежды все, знаете. Я всё вспоминаю американских негров. Очень люблю их вспоминать. У них вот такие цепи большие, золотые, и огромное количество разных брендов. Там написано на них вот это вот. Ну как туземцы, которым когда-то дарили стеклянные бусы. И хочется мне сказать, дорогие украинцы, что ж вы на стеклянные бусы землю променяли? Ну, индейцы променяли. История же повторяется. То же самое. Вот это больно. Больно сказать, о кем же вы стали. А как же наша классика? А как же наша общая история, память? Но взывать... Вот если меня спросятся, если там душа есть, но она похоронена под таким слоем вот этих цепей. Помните известный советский мультик про антилопу, который, у которой этот Раджа просит золота, его желание, и потом оказывается под ним погребен. А украинцы сейчас будут погребены не под золото. А вот эта верхушка может быть. А так это просто томный пепло, из которого они сами сделали, в которое превратили собственную страну. Поэтому вот это больно. Я их вижу, и мне каждый раз хочется в моей передаче поговорить об идеологических разногласиях. А я не могу. Потому что там пусто. Не о чем там говорить. Вот это досадно. Где живут философская классика? А там, к сожалению, одни кепки и эти цепи золотые. Ну вот так, с пальцем толщиной. Зато дорого-богато. Ну, что поделать? Кроме варианта победы на поле боя, возможно, для какой-то еще раз? А нет других вариантов. Но если Владимир Владимирович пошел на применение военной силы, значит, других вариантов не осталось. И здесь это первое. Безусловно, только наша победа. А вот к чему вы ведете, я вижу. Но любая победа, речь идет всегда о переговорах. О том, что одна сторона капитулирует, стороны договариваются об условиях. Ну, это в любой совершенно войне такие вещи происходят. Поэтому результатом специальной военной операции будет однозначно наша победа. Но я понимаю, что, наверное, будут какие-то переговоры. Вопрос в другом. С кем переговоры вести? Президент Зеленский нелегитимный. Вообще-то говоря, у них, по идее, должен быть руководитель парламента сейчас глава государства. Но вообще-то не в этом. Потому что вести переговоры надо не с украинской верхушкой, это бессмысленно. Вести переговоры надо с Вашингтоном. Я думаю, что они будут максимально затягивать текущую ситуацию до американских выборов. Это сейчас карта, которая очень выгодна для Байдена и компании в попытке избраться на следующий срок. А даст ли, вот кто бы не пришел к власти, я имею в виду, кто бы не сел в президентское кресло, скажу так, по-другому немножко, даст ли тот самый ВПК, о котором мы уже говорили, у которого сейчас все хорошо, и плюс новые заказы, а это новые деньги, новые аппетиты, аппетит этот, денег много не бывает, как известно, и так далее, и так далее. Даст ли возможность где-то начать те же переговоры, либо хотя бы задуматься о том, что ну как-то пора бы останавливаться? Всегда есть средства убеждения, и в том числе на поле боя, поэтому даст, куда они денутся, поэтому с политикой тоже не стоит сбрасывать со счетов, экономика первична, но тем не менее и народ, в том числе американский, который еще сохранил возможность мыслить, в любом случае, ну не во имя нас, и не ради нас, а ради сохранения собственного государства, что американцы-то обычно тоже страдают, и выгоды только ВПК получает. И я не исключаю, что американцы это увидят, и движение сопротивления все-таки будет. Сейчас вот прошли выборы буквально в Европарламент, пока еще рано полностью анализировать результаты, безусловно, но правые партии усилили свое представительство. Здесь опять же, я говорю правые партии, пользуюсь их терминологией, потому что на самом деле, как они говорят, мы левые партии социалисты, никак отношения левой партии европейские не имеют к социализму. И вообще, что такое социализм, мне иногда странно вообще читать их речь, и они вообще понимают, что такое социализм. Мне как бы что-то кажется, что нет. Поэтому, но тем не менее, я бы так сказала, национальные партии усиливают свое присутствие. Меняет ли это ситуацию радикально? Пока нет. Но то, что есть возмущение, это возмущение вылилось, в том числе, на избирательные участки, есть такая тенденция. Поэтому посмотрим. Собаки лают, караван идет. Что ж, пожелаем успехов нашему каравану, общему, союзному. Спасибо. Чтобы он шел правильно и не сбиваясь с курса. Спасибо вам огромное за этот разговор, за ваши оценки. Удачи вам. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...